Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы приветствуем вас сегодня на программе влияния телеканалей «Импакт». Сегодня в студии пастор Ларри Бергенс и мое имя Ольга. Если кто-то из вас не знает, кто мы есть, мы здесь на телеканале каждый месяц. И сейчас мы в городе Сакраменто и несем местное служение в этом городе через церковь «Новая жизнь во Христе». Также наша информация будет для вас на экране. Если у вас есть какие-то просьбы в молитве, вы можете также с нами соединиться и звонить. Мы будем вас поддерживать в молитве, вас, вашу семью. Так, пожалуйста, пастор Ларри. Господь благословит вас. Я так благословен сегодня, чтобы приобретать к вам слово Бога. Пусть Господь благословит вас. И я сегодня очень-очень рад быть вместе с вами, чтобы донести слово Господа. You know, we are going into the holiday season where there's a lot of love being expressed. И сейчас приближаются праздники, сезон, вот именно того времени, когда люди друг другу, ну, вниманием, больше внимания дают. И вот что это дает? Это выражать свою любовь друг к другу. You know, and I want to wish each and every one of you a Merry Christmas and a Happy New Year. И хочу поздравить вас с Рождеством Христовым и пожелать вам прекрасного, новых успехов и много благословений в этом году, которое приближается. You know, God has given us a wonderful life, you know, in serving Him. Господь, Он дает нам новую жизнь во Христе, и мы служим Ему. It is so precious, you know, I wouldn't take nothing for what God has asked of me to do. Я хочу выполнить все, что Господь поручает лично мне делать. And I have purpose in my heart, that I will serve God in every way, with all my heart. Ну, вот в мое сердце я принял решение, что я хочу служить Богу всем своим сердцем. You know, just like you and me, we need to learn how to forgive. Remember how Christ forgave even those that was persecuting Him, those that even killed Him on the cross. He looked down and said, Father, forgive them. И что я вот вижу в своей жизни, что я продолжаю учиться, и дальше это вот этот опыт прощения. Я продолжаю учиться, как прощать. Помните, как вот Иисус Христос, даже когда Его распяли на кресте, и Он сказал, что простить, простить, даже тем, которые вот люди обижают нас, которые, может быть, несправедливо с нами обращаются, мы тоже должны научиться, как прощать. Сколько семей, вы знаете, и вот семьи, многие семьи, они испытывают боль. И одна из причин, потому что непрощение в сердцах. И вот этот сезон, в котором сейчас мы, это очень важно, чтобы мы все практиковали любовь Божию, чтобы мы все практиковали прощать один другому. Потому что если вы не имеете покоя в своем сердце, и если у вас нет этого покоя, ну, допустим, вы сейчас входите, вот этот новый сезон, и вы испытываете боль в своем сердце. И даже если вы одинокий человек, одинокая женщина, мужчина, и вы живете один, и вы иногда так чувствуете себя настолько одиноким, и думаете, что мне даже некому повернуться. Только помните одно, что Иисус Христос, Он с вами. И Он поможет вам. И Он подкрепит вас. И Он подкрепит вас. И Он также хочет дотронуться до вас своей любовью и своим состраданием. И вы увидите, что вы не одиноки, что Господь с вами. Потому что Господь, Он высвобождает своих ангелов, чтобы ангелы также охраняли вас. Мы служим хорошему Господу. Аминь. Давайте начнем эту телевизионную программу с молитвы. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. И как мы входим вот в этот сезон вот этого торжества, справления Рождества Христова, Рождества Христова, нашего Господа, нашего Спасителя Иисуса Христа. Господь, позволь нам войти в Твое присутствие с благодарностью, что Ты делаешь и сделал в наших жизнях. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот день. Что это день, который Ты, Господь, сотворил. И мы, Господь, будем радоваться в Тебе и благодарить Тебя за это. Господь, я высвобождаю благословение Твое в жизни людей, каждого человека, кто сейчас смотрит и слышит меня. И, Господь, пусть Твой покой сейчас будет в сердце каждого человека. И, Господь, пусть каждый человек, он сейчас осуществит Твою любовь. И эта любовь будет наполнять сердца Твоего народа. И эта любовь будет помогать им прощать друг друга. Я благодарю Тебя, Господь, сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. И вы знаете, я знаю, что многие люди проходят через испытания и через духовные войны в своей жизни. Потому что я знаю, что враг, он идет против семьи. И особенно против семьи и брака детей Божьих. И что я этим хотела сказать, что когда семья Божья, муж, жена, дети делают все, что возможно, чтобы служить Богу. Но, с другой стороны, мы также знаем, что у нас есть враг. Но даже я хочу назвать его не только враг, а его именем. Это дьявол, который хочет сделать разделение в семье. И чтобы один супруг шел против другого супруга. И вот в этом процессе, когда один супруг и другой супруг, они как сталкиваются один против другого. И вот эмоции, и различные, ну, человек просто начинает страдать, потому что слаба может быть сказаны против друг друга. И сердца начинают быть нецелыми, потому что эти слова пронзили сердца друг дружки. Но Божье желание, Господь, Он хочет, чтобы мы просто любили друг друга. Но сколько из вас знает, когда ты ходишь в несогласии друг с другом, или у тебя какие-то аргументы в семье, ты даже иногда не думаешь любить этого человека, потому что слова какие-то произнесены в твою сторону, негативные. И вы только думаете, как бы я вот сейчас дам сдачу то же словом. Но это не так, как Господь хочет, чтобы мы жили. Потому что Господь любил весь этот мир, и мы знаем, что Он дал Своего единственного Сына, и каждый, который уверует в Него, он не погибнет, но будет иметь жизнь, жизнь вечную. Вы видите, это обещание Божие для нас. Мы должны делать все, что возможно с нашей стороны, чтобы получить это обещание. Мы должны прощать друг дружке. И вы знаете, я так же верю, что прощение – это решение в своем сердце. Это не даже не состояние наших эмоций. Этот человек просто должен сделать и принять решение. Я прощу. А вы готовы простить тем людям, которые вас обидели, даже членам вашей семьи? Может быть, кто-то из вас очень-очень близких. Может быть, ваш отец или мать. Может быть, даже дочь или сын сделали что-то очень больное в вашей жизни. Но Господь, Он хочет, чтобы вы простили. И это будет самый-самый большой подарок, который вы можете сделать для этого человека. И если кого-то вы обидели, вы можете так же к своему близку, может быть, к своей жене подойти и сказать, «Дорогая, прости меня». И вы можете подойти к своей любимой и любимому и сказать, «Дорогая, дорогая, я была ли была эгоисткой, я только смотрела, как мне удобно, пожалуйста, прости меня». Сколько семей страдает сейчас, потому что не хотят простить друг дружке? «Сегодня, что я с вами разделяю, сегодня утром Господь, Он как бы заложил это в мое сердце, чтобы разделять это с вами». И Господь, Он побудил на мое сердце, вот дал мне вот это разделить с вами, потому что в духе я получил, что много людей страдают, почему? Потому что они хотят простить друг дружке. И он говорит, «Когда они рядом с людьми, они действуют, как будто все хорошо и все хорошо, и все хорошо, и все хорошо, и улыбаются». И много людей, они как бы одевают такую маску и показывают, что при людях как будто все хорошо, и все прекрасно, и улыбаются. Но когда приходят домой, снимается эта маска и начинает просто крик души, потому что в отношениях какая-то проблема, и не могут прийти и разделить вот эти разногласия через прощение и через обращение друг к дружке и сказать, «Прости меня». Но я хочу сказать вам одно, что независимо, что вы проходите в своей жизни, и вы иногда чувствуете себя, что может быть даже некому повернуться, и даже не с кем поделиться, и поговорить. И вы чувствуете, что вот эта ситуация, через что вы проходите, вы больше не можете даже выдержать. Как мы можем прожить Рождество Христово, когда мы так много болеем внутри? И даже сейчас, вот приближение Рождества Христово, вы может быть даже не испытываете радость, потому что внутри вы очень-очень переживаете боль и непрощение. Я знаю, что я сегодня говорю очень много людям. И я знаю, что многие сердца переживают и испытывают именно то, о чем я сегодня с вами говорю. Потому что Дух Божий сегодня мне заложил, вот, говорить об этом. И сегодня я также хочу поделиться с вами, чтобы вы знали и помнили всегда, что Богу, Которому мы служим, Он – Бог великий и всемогущественный. And you might say, well, Pastor, how can I forgive? You don't know what they did to me. You don't know what she did to me. You don't know what he did to me. Ну, вы, может быть, скажете, Pastor, ну, как я могу простить ему или ей? Pastor, ты не знаешь, что этот человек сделал в моей жизни? Since forgiveness goes against our nature, we have to do it by faith. Whether we feel like it or not, it doesn't matter how you feel. What matters is what comes from your heart. You know, my wife and I, when we were married, when we were first coming together as husband and wife, когда моя жена и я много лет назад только поженились, it wasn't easy starting out. И было не очень легко начать вот именно жить в браке. Because, see, I was settled in my ways and she was settled in her ways. Потому что много лет я был холостым, я привык жить так, как я привык делать решения в своей жизни и так далее. She was used to doing what she wanted to do. И она также привыкла делать и жить своей жизни, как она. And I was used to doing what I like to do. Ну и я любил делать, как я любил делать. And every once in a while, we would clash. И когда мы только поженились, иногда мы просто некоторые были аргументом в нашей жизни. И это производило, что мы через слова наши даже причиняли боль друг другу. I know that none of this had ever happened to an interview because you all are perfect. Ну, я, конечно, понимаю, что, может быть, ни с кем это не случалось из вас, потому что вы думаете, что вы совершенны, но мы знаем, что ни один человек несовершенен. Но мы должны были научиться, как ходить в Божьей любви по отношению друг к дружке. Вы посмотрите на нас, и вы думаете, что они у нас нет проблем вообще. Вы не были с нами 24 часа в день. И вы иногда, может быть, посмотрите на нас, думаете, ну, у них никаких проблем нет. Ну, вы с нами не имеете время быть 24 часа в сутки. Но в начале нашего брака у нас были некоторые несогласия. Но мы научились, как иметь вот именно сострадание друг с другу и понимать нужды друг друга. И когда мы, допустим, неправильно поступали или что-то неправильно сказали по отношению друг к другу, что мы научились в своих отношениях понять, что мы неправы, прийти один к другому и сказать, прости меня, пожалуйста, я был или была неправа. И когда мы подошли друг к дружке и попросили прощения у друг друга, это вот именно то, что нужно совершить, ну, просто в жизни, вот именно на уровне натуральных отношениях. И когда мы помирились, допустим, друг с другом, после этого мы приходим перед Богом. Потому что строение семьи – это сначала Бог, потом мужчина, а потом женщина. И опять же, я говорю, смотрите, как строение идет, сначала идет Бог, потом идет мужчина, а потом идет женщина. И посмотрите, как вот этот треугольник, он вот именно, он связан, это получается как треугольник. И если, допустим, вот в этом треугольничке, да, если нету прощения, значит, нету вот именно сконтактироваться один с другим не сможет. Должно быть полное совмещение. И не может никакого быть отверстия в этом треугольничке. Сначала идет Бог, идет мужчина, идет женщина, и опять к Богу. Должно все совмещаться вместе. И таким образом вы можете вот именно осуществить действительно прощение, только которое Господь может дать нам это прощение. И таким образом, только таким образом, вы сможете простить, и не только простить, а забыть. Потому что Бог, когда мы приходим к Богу и просим Его о прощении, Он не помнит наших больше грехов. И Он очищает эти грехи через кровь Его. И если Бог не помнит о этих грехах, то вы должны не помнить о них. Аминь? Аминь. Мы должны понять, что прощение, это есть решение в нашем сердце. Мы должны принять решение по отношению друг к другу. Бог не заставит тебя, чтобы ты прощал. У тебя должно быть желание в сердце, чтобы простить. Потому что, когда мы прощаем, это высвобождает покой в нашем сердце. Покой в нашем сердце, больше любого покоя, которого вы можете себе представить. Когда есть покой Божий в нашем сердце. Вы можете спросить, Как вы знаете, когда вы действительно прощен? Когда вы прощаете кому-то, что-то происходит в духовном мире, что вы получаете также освобождение в своем сердце. Вот боль, может быть, вы какую-то ощущаете в своем сердце, потому что не прощение, а по отношению друг к другу. Когда вы принимаете решение, и хотите простить, и прощаете этому человеку, вы также что-то высвобождаете вот эту боль из своему сердцу, и также получаете прощение в своем сердце. И как вы почувствуете, что, допустим, это ушло? Когда вы идете, и вы встаете, и эта человек, который вы встанет, и вы встаете на вашем путь, вместо того, чтобы вы выращиваете другую сторону, или выращиваете голову, когда вы выращиваете по этому человеку, вы можете посмотреть на этого человека и сказать, «Hey, how you doing?» You know, forgiveness will show up within your attitude. И каким образом вы узнаете, что вы простили этому человеку, ну, допустим, этот человек, который причинил какую-то вам боль, проходит мимо вас, и вместо того, чтобы вы повернутся в другую сторону, как обычно делали, вы свободно подходите к этому человеку, и даете руку, пожимаете ему, и даже, может быть, скажете, я рад видеть тебя. I want to turn to the book of Matthew, chapter 18. Сейчас я хочу открыть наше писание в книгу Матвея, 18 глава. And verse number 21. Then Peter came, then came Peter to him, talking about Jesus, and said, «Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him?» И в 21 стихе от Матвея, 18 говорится, что тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брата моему, согрешающего против меня?» До семи раз. Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семидше семидесяти раз». Вы знаете, когда мы смотрим вот это писание, мы также видим в этом писании, что прощение, как вот иллюстрируется в писании, что это не очень просто для нас. Even though it is a choice, yet it affects the heart. Даже если это решение, но вот именно это решение, оно способствует иногда эффективно или позитивно приночить боль или исцеление в наших сердцах. Сколько даже семей, может быть, даже вы знаете, что семья живет под одной крышей, но потому что какие-то непрощения многие даже не хотят разговаривать друг с дружкой, хотя живут в одном доме. Почему? Потому что боль и непрощение в сердце. Потому что отвержение. Человек чувствует себя отверженным. Потому что непрощение. Господь хочет дотронуться до ваших сердец сегодня. There is a spirit of the Lord God right now being released upon every heart under the sound of my voice. Сейчас Дух Божий, Он освобождается в жизнь каждого человека, каждого человека, кто сейчас смотрит эту передачу. We have an obligation to our brothers and our sisters, whether they are our husband, our wife, our sons, our daughters, whoever it may be, we have an obligation to them as a child of God to forgive them of their wrong. Because if you cannot forgive them for their wrong, then how will you be able to get forgiveness for your wrong? You think that you all this, that and the other? You need help just like they do. if you don't want to forgive them to forgive them to forgive them. Well, how do you think, that you will be able to get forgiveness from your heavenly Father? You see, I know I'm talking to you because I know God gave me this message. Because I also know that God gave me to tell you And you say, well, pastor, it's Christmas. You need to be talking on a Christmas message. Well, maybe you say, pastor, now comes the Christmas. You should talk about the Christmas. If you don't learn how to forgive, you won't have a Christmas like you should have. What kind of Christmas can you have walking around harboring in your heart unforgiveness? And you're walking around with a smile on your face because you're around people. But as soon as you're alone by yourself, that frown comes on your face because of hurt and pain. When you're alone, you're coming from people, you're coming home, you're going to be in alone. And this sorrow is causing you because of forgiveness. Let God minister to your heart right now. Amen. Let's look at Luke 6, 37. Откроем наше Писание. От Луки 6, 37 стих. It says, Judge not, that ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. And now what's the scripture? Luke 6, verse 37. И Писание говорит, что не судите и не будете судимы в 37 стихе. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. You see, for every action there is a reaction. God wants you not to judge. He doesn't want you to hold grudges. God wants you not to condemn. Because God does not want you to be condemned. God wants you to forgive. Why? Because God wants you to be forgiven. Господь не хочет, чтобы мы судили друг дружку. Потому что, когда мы судим друг друга, мы также приглашаем суд в нашу жизнь. Господь не хочет, чтобы мы судили друг друга и не осуждали друг друга. Потому что, каждый из нас, мы несовершенны. И каждому из нас нам нужен Христос. И мы должны действовать, как Он нас учит. прощать друг другу. Let's go back to Matthew chapter 6 and verse number 14. Давайте опять сейчас откроем наше Писание. Матвея 6. And verse number 14. И 14 стих. It says, Matthew 6, 14 says, For if ye forgive men their trespass, your heavenly Father will also forgive you. Но 14 стихе мы смотрим, говорится следующее. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Verse 15. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. и если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Verse number 16. 16 стихе. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrite. Oh, did I say that word hypocrite? И так же, когда проститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Ну, ой, я сказал слово лицемера. Yes, because it's written in the Bible. And notice what he said, of a sad countenance. Ибо они принимают на себя мрачные лица. обратите внимание, мрачные лица. For they disfigure their faces, that they might appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. Чтобы показаться людям постящими. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. So what we do, we don't do it to be seen of men. Because when we alone, when we back at our home by ourselves, then we got to deal with our own issues, our own hearts, our own emotions. You know what I want to do right now? I want to sing your song and then I want to pray for you. Because I know that what I'm sharing with you, you see healing has already been released. because I believe that the spirit of healing will be each of you. Almighty God. This song is called O Great God. Субтитры подогнали Симон. 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 И чтобы мы действовали в наших жизнях не со стороны непрощения и с такой злостью, а чтобы мы делали в жизни решения, обращались к каждым через жизнь, сердце с любовью. И сейчас Божье помазание, Его присутствие, вот оно высвобождается. И мы также сейчас будем молиться за каждого из вас. Отец, во имя Иисуса Христа. Я знаю, Господь, что Ты мне положил на сердце, чтобы сегодня разделять то, что мы сегодня говорили. И я также прошу Тебя, Господь, что Ты дотронешься до каждого человека, кто сейчас видит и слушает. Я знаю, Господь, что очень много людей очень много людей, которые ходят не в прощение в своем сердце. И они как бы в зависимости вот этого непрощения, потому что держат это в своем сердце. И эти люди, мы знаем, Господь, что они причиняют первому самому себе боль, потому что непрощение. И они задерживают Тебя, Господь, чтобы Ты двигался в их жизни, потому что непрощение. И они останавливают свои же благословения от Тебя, потому что их непрощение. Отец Великий, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дотронулся до каждого сердца сейчас каждое сердце, которое держит непрощение. Господь, я прошу Тебя, что Ты размягчи их сердца, чтобы они могли простить тем людям, которые причинили им боль, чтобы они могли простить своим соседям, чтобы они могли простить своим сотрудникам, чтобы они могли простить своей матери, своему отцу, чтобы они могли простить своему брату, своей сестре, чтобы их сердца были прощены. И так же, чтобы они были исцелены и сейчас во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, что Ты дотронся до Своего народа. И, Господь, дай им сейчас возможность простить другим. И я хочу попросить Вас следующее сделать вместе с Богом. Если вы знаете, что вы имеете непрощение какому-то другому человеку, я хочу, чтобы вы сейчас помолились вместе со мной. Чтобы вы попросили Господа так же, чтобы были выпрощены, попросите прощения. И даже когда, может быть, вы скажете, назовете даже имя того человека, которого вы должны простить, и вы даже произнесите эти имена вслух. И Господь, Он примет эту молитву. Давайте сейчас опять молиться. Вы должны произнести эту молитву со мной. Скажите, Иисус, Я forgive. Господь, я принимаю решение простить. В этом я просто, к примеру, скажу, я прощаю своей жене Ольге. Вы, может быть, должны сказать человеку имя, которому вы решаете простить. Если Ольга что-то имеет против меня, она должна сказать, Господь, я прощаю своему мужу Ларри. И вы теперь говорите, Господь, я прошу Тебя, прости меня. Что я держу вот эту боль в своем сердце против моего брата или против моей сестры. Я только причиняю боль себе. Господь, прости меня. Что я держу вот это непрощение. И, Господь, я сказал своими устами, что я прощаю и высвобождаю это из своего сердца. Я также прошу Тебя, Господь Великий, прости меня за это. Я благодарю Тебя, Господь, И я принимаю это прощение прощение в моих грехах. Вы знаете, сейчас Дух Божий, Он двигается в вашу жизнь. И сейчас давайте перепосвятим нашу жизнь, вашу жизнь. Давайте закрыть каждую дверь, чтобы враг не смогли ввести и привести неправедливости в наших сердцах снова. И давайте закройте каждую дверь в своей жизни, чтобы враг не смог прийти в вашу жизнь. Аминь. Скажите со мной. Отец, Господь, я знаю, что Ты есть Сын Божий. И я знаю, что Ты умер за мой грех. Я прошу, Господь, сегодня что я не могу жить в этой жизни без Тебя. Я нуждаюсь Тебя в своем сердце. Приди в мое сердце, Иисус Господь. Сотвори во мне правильный дух. И вобнови во мне чистое сердце. Я редедикат мою жизнь сегодня Тебе. Я даю свое сердце Тебе, Господь. И я прошу Тебя будь Господом в моей жизни. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты спасаешь меня. Сейчас Господь дотрагивается до ваших сердечек. И мы даем Ему всю хвалу. Мы даем всю славу Ему. Потому что Вы сегодня попросили прощения у Господа. И Он не только прощает, Вы прощаете другого человека, но также Христос Иисус прощает Вам. Потому что Ваше отношение с Господом сегодня реставрировались. И покой Божий that you so long to experience вот этот покой, который вы ищете в других местах has now been made available to you because you ask God to forgive you. Your love for God must be greater than anything else in this world. And you can't let nothing separate you from that love that God has for you. Unforgiveness is a tool that the enemy uses to keep God's blessings from you. So forgive without any questions. And God will forgive you of your trespasses. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We worship you. Hallelujah. God bless you. Thank you for joining us. Thank you for joining us. вместе с нами были вот на этом телеканале. Мы также поздравляем вас с наступающим Рождеством Христовым и Новым Годом. Пусть Божие благословения будут в вашей жизни. И опять же, если вам нужна prayer, и вы хотите соединиться с нами, вы можете это сделать через наш веб-сайт или обратиться через наш номер телефона. И мы будем рады поддержать вас в молитве. Пусть Господь благословит вас на путях. Спасибо за ваше внимание и что вы сегодня вместе с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова